У нас сегодня гост на связи в Лондоне. Это Ольга Литвиненко. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Я Ольгу представляю. Фамилия Ольги может немножко ввести в соблуждение, особенно если упоминать, что она в Лондоне, но она не имеет отношения к Марине Литвиненко, но отношения к другому Литвиненко, который в России не очень известен, но известен и который большую роль играл. Потому что отец Ольги, Владимир Литвиненко, он человек очень близкий к Владимиру Путину, он тот человек, у которого Путин защищался тогда, кандидатскую работу, и он до сих пор очень близок. И, так сказать, Ольга все это знает с детства. И, Ольга, может, вы вкратце рассказываете про свою роль в этой истории у вас сейчас конфликт с отцом, да? В 2010 году мой отец похитил мою дочь, чтобы сделать меня послушным депутатом. Я на тот момент была депутатом Петербургского парламента. Мой отец похитил мою дочь, чтобы использовать мою дочь как рычаг влияния на меня, чтобы я, скажем так, делала абсолютно все то, что нужно Матвиенко. Она на тот момент была губернатором, чтобы я участвовала в расхищении бюджета, что я делать отказалась сразу же. Мой отец хотел, чтобы я деньги бюджетные переводила на фонды, которые он скажет. И, соответственно, это, естественно, преступление, я делать это отказалась. Значит, в 2010 году он похищает мою дочь. То есть он ее фактически взял в заложники, да? Да, и держит до сих пор, уже 8 лет. А сколько лет тогда было дочери? Годика. Ей годика не было практически, 11 месяцев. С этого момента я ее не видела. И это страшно говорить, но если она пройдет мимо меня на улице, я даже не пойму, что это моя дочь. То есть вы даже фотографии не видите? Мне не дают таких фотографий, запрещают полностью контакты. Он построил для нее в охраняемом жилом комплексе школу и запрещает полностью контролировать ее контакты. И ваш отец очень близок с Владимиром Путином. Это отражается тем, что вы не можете в судах добиваться своего права, да? Безусловно, все суды коррумпированы. Он использует суды как элемент политического влияния. Он сейчас судится тоже с Transparency International, мы это знаем прекрасно. Это тот же суд, Василиостровский суд, коррумпированный суд. Все выгодные ему судебные решения покупаются, я не побоюсь этого слова там. А вы старались или вы уже подали в Европейский суд по правам человека? Мой отец, удерживая мою дочь, он нарушает ГАКскую конвенцию, безусловно. Поэтому сейчас, кроме того, что он сделал так, что я сейчас на территории России являюсь похищенной. Значит, сейчас это дело уже находится в Страсбурге. И, безусловно, я надеюсь на положительное решение. Извините, я не расслышал, вы на территории России являетесь кем? Похищенной по ложному доносу моего отца. Он пришел в Следственный комитет и написал заявление, что я якобы похищенная. Ни одна из нотариально заверанных документов с моей подписью. Ничего абсолютно, скажем так, даже подтверждение нотариальное с разных стран Европы, что я жива, никто меня не удерживает силой. Для российских следователей, коррумпированных, абсолютно это ни о чем. Поэтому я в России считаюсь похищенной. Но что самое интересное, я как похищенная в феврале 2017 года получила паспорт Российской Федерации. Его сейчас хотят аннулировать. Так, подождите, это как из какого-то романа Орвела или Кавки. Я еще раз повторяю, я вас правильно понимаю, что в России вы официально являетесь похищенной. И в это время вы пишите нотариально доверенные документы, что вы не похищены. Вы тут у нас на телеканале Оствест являетесь в эфире. Говорите, я не похищена, я свободно живу. Мы с вами неделю назад виделись в Вильнюсе, вы там достаточно свободно ходили, полностью свободно. И в это время вы официально по российским правовым делам проходите как похищенные. Это я правильно, этот абсурд? Да, это дело 3544 от 2011 года. Я сейчас в руках держу копию его ложного доноса, я могу его показать. Полностью везде его подпись находится, что да, я похищена. А неизвестными лицами или кем вы похищены официально? Группой неизвестных лиц, причем он упоминал всех моих помощников. Ну, помощники все мои уже сидят сейчас под другим сфабрикованным уголовным делам. Одному недавно дали 12 лет тюрьмы. Ничего себе! То есть это... И у вас адвокат там есть, который отстаивает ваши права и на месте старается... Очень много адвокатов побоялись иметь со мной дело, потому что в Санкт-Петербурге сказали, что у него колоссальнейшее влияние. И питерский адвокат, санкт-петербургские адвокаты, все практически отказались со мной сотрудничать. Вот это все... Действительно, это трудно все переваривать. Действительно, я редко лишаюсь способности говорить, но тут уже близко к этому, потому что реально это выслушиваешь и не веришь ушам. И сейчас на что надежда с дочерью? То есть надежда все-таки на Штрасбургский суд или только на сильные изменения системы в России, все-таки, наверное, этой надеждой живете? Я только живу этой надеждой, потому что единственное, что может мне помочь увидеть мою дочь, это изменения в системе. Потому что если ты друг Путина, ты можешь творить абсолютно любой беззаконие. Безусловно, я каждый день пишу смс, я каждый день пишу сообщение, что я хочу увидеть свою дочь. Я имею право с ней общаться. У меня еще трое детей, кроме Эстер, кроме старшей. Я мама четырех детей. И мои дети, которые живут со мной, слава богу, имеют полное право тоже общаться со своей сестрой. Я дома не делаю никаких тайн. Мои дети прекрасно знают всю ситуацию и очень ждут свою старшую сестру. Они ее безумно любят. И я считаю, что это просто ненормально. Это за гранью добра и зла не давать сестрам и братику общаться со старшей сестрой. А в Страсбурге приняли ваше дело? Значит, сейчас в Страсбурге, чтобы мне дальше продолжить процесс, мне нужно, во-первых, оспорить ситуацию по поводу своего похищения. Почему? Потому что все, что я не подаю, любые запросы, любые документы, на все я, на свой личный польский адрес, у меня тоже есть эти документы, я получаю потрясающие письма. Ольга Владимировна, вы похищены. Из Страсбурга или из Москвы? Из российских судов коррумпированных, из коррумпированных муниципалитетов, которые занимаются вопросами по детям. Я понял теперь, в чем дело. А вы же в Страсбург только можете обратиться, когда в России вы исчерпали все правовые возможности. Они скажут, что там не исчерпано. Да, совершенно верно. Но, чтобы их исчерпать, мне нужно исключить факт, совершенно глупый, что я якобы похищена. Вот это является камнем преткновения. А вы можете подать в Страсбург на то, что они говорят, что вы якобы похищены? Вот сейчас уже подано это в Страсбурге, и дело ждет своего рассмотрения. Слушайте, ну это просто... А в чем официально, почему есть какая-то официальная бумажка или какое-то решение, что официальная причина за то, что отобрали дочку? Вот это официальный документ, подписанный моим отцом. Вот я подпись покажу. Он сам подписал? Это ложный донос моего отца о том, что якобы я похищена, удерживают группы элит. Более того... И поэтому дочку отобрали, потому что вы похищены? Нет, поэтому мне ее не отдают. То есть нету решения попечительского совета или попечительского суда, что как бы дочка под опекунство кого-то попала? Мой отец получил на себя опекунство без любой судебной процедуры, решением муниципальных властей Санкт-Петербурга, а биологический отец самоустранился от воспитания ребенка и, грубо говоря, продал мою дочь моему отцу как бы за деньги. И вы даже не знаете, что он дочери говорит или как он педнеет, оправдывает? Я вообще ничего о ней не знаю, к сожалению. Все мои попытки узнать что-либо оборачиваются формальными ответами. И как это проходило? Дочка была как в гостях у бабушки и дедушки и потом ее не видали? Вы говорите год, сколько месяцев было? Я последний раз ее видела, когда я была 11 месяцев. То есть уже года не было? Не было. И они просто ее, как бы вы им отдали, подружески, они не вернули, так сказать. Я не отдавала, мы просто поехали пожить летом на дачу к родителям. А потом мне нужно было ложиться на операцию, на следующую. Соответственно, потом уже я ее не видела. Я в статусе депутата приезжала потом, уже там охрана была на даче. Меня избивала несколько раз охрана. Охраной руководил тогда ФСБшник Сидоркевич и Погольский. Вот. И соответственно, я пыталась, как депутат, вызвать прокуратуру. Я говорила, что вот на этом дачном участке происходит преступление. Согласно уголовному кодексу, вы обязаны проникнуть на дачный участок и проверить, есть ли там преступление или его нет. Но, соответственно, получается так, что они мне все говорили, извините, мы боимся. Ничего себе. И вы... Просто слов нет. И ваш папа... Так, он сейчас найти биологического отца. По моим данным, он сейчас живет в Голландии. У него есть голландское гражданство. И, безусловно, я надеюсь, тоже на помощь и голландских СМИ. Может быть, они меня сейчас тоже услышат. Я действительно хочу сейчас обвинить биологического отца в пособничестве в похищении моей дочери, потому что, я говорю, он фактически ее просто продал моему отцу. И я буду искать ее тоже на территории Голландии, потому что я не знаю, где сейчас находится моя дочь. Я могу это только предполагать. Я не знаю. И, безусловно, биологический отец тоже несет ответственность за пособничество и сотрудничество с другом Путина. То есть, получается, ваш отец входит в некую касту таких неприкосновенных, которые являются за счет дружбы с Путиным выше закона. А Гошков, который является биологическим отцом, он просто его пособник. Пособник, да, да, да. А это давно так? Расскажите немножко, то есть, вы Путина помните то время, он был у вас дома, или как эта дружба отца с Путиным сложилась? Я его видела в Горном институте неоднократно, но напомню, что... Тебе ваш папа был ректор, да? Мой отец стал ректором при помощи Путина и Белика. Белик это председатель ветеранов внешней ассоциации ветеранов внешней разведки. Они вместе с моим отцом делали бизнес, они вывозили редкоземельные металлы за границу. В Германии был открыт счет на подставных лиц, я знаю эти фамилии, пока их боюсь озвучивать, которые потом через покупку бриллиантов, скажем так, эти деньги обналичивали. Город Гамбург, могу сейчас пока только сказать. Вот. То есть бизнес он начинал делать еще с 90-х годов. Да, да, с 90-х годов, а Путин, естественно, являлся, скажем так, организатором и бенефициарием подобных бизнесов. Это та известная схема из... то есть эти народные ресурсы за еду, которая потом кончилась обманом. Совершенно верно. история, причем напоминаю, что Путин в своей книге писал, что тогдашние партнеры, с которыми он это делал, они потом исчезли, и он их до сих пор не может находить. так что ваш отец один из этих партнеров, который по официальной версии исчезли, и он не может найти. Конечно, а кстати, по поводу этой схемы, первая, она прозвучала в докладе Салье, а первый, кто, скажем так, передал все эти материалы для доклада Салье, был Шутов, который, как я считаю, первая жертва путинского режима. Шутов, напоминаю вас, это был депутат, тоже как вы, только раньше, он работал тоже в КГБ, по-моему, даже слушал с Путиным в Тресте. Он не работал в КГБ никогда, наоборот, он боролся против чекистов во власти. Но он был в ГДР, в ГДР же он был. Кем? Он был какое-то время в ГДР, когда Путин там тоже был. Нет, 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 нет. Нет? Точно нет, значит, мне память изменяет, но он в любом случае его тогда арестовывали, и суд его оправдывал, освободили, и тут же взяли зуда. В турцию взяли его забрали. маскишум. антидемократический акт, который был только возможен с помощью Путина. Это был личный враг Путина. И потом он, по-моему, писал, что убьют в тюрьме, и он там скончался якобы по болезни. Да, правильно? Хоть это правильно помню. Его убили в колонии Белый Лебедь. Это я напомню, это ГУЛАГ раньше там был. То есть это самое ужасное, тюрьма в России. Формально он умер своей смертью, по-моему, да? Ну, формально в России все умирают своей смертью, только мы понимаем прекрасно, когда это смерть доводит. А что Шутов знал, что не хотели, чтобы было известно, что вы думаете? Он знал обо всех махинациях Путина, об итогах приватизации. Повторюсь, материалы, которые прозвучали в известнейшем докладе Салье, это все, все факты были переданы через господина Гладкова, от Шутова. Поэтому Путин его ужасно боялся. Он боялся, что в парламенте будет расследование по итогам приватизации. Он боялся уголовного дела, которым он был фигурантом. Естественно, он этого боялся. Поэтому Шутов был для него очень невыгоден. И это был первый, скажем так, пробный шар, извиняюсь за цинизм, это был первый пробный шар, чтобы Путин мог понять, насколько он может себе позволить творить такой беспредел. Вот это была первая жертва оппозиции. Ольга, смотрите, вы, наверное, часами можете рассказывать про все эти схемы тогдашней, про роль Путина. Наши телезрители, большинство, я думаю, очень мало про это время знает. Я немножко знаю. И как вы можете вкратце, как вы бы охарактеризовали ту роль, которую Путин тогда играл? Настолько был он честен, как фице-губернатор, настолько он был в коррупционных схемах. Как бы вы вкратце объяснили бы то, о чем можно было быть часами говорить? В Санкт-Петербурге Путина не любили никогда, потому что все прекрасно знали, что если хочешь решить какой-то вопрос в Петербурге, нужно заплатить Путину через его секретаря Сечина. Это первое. Путин, он как обычный чекист. Почему он, скажем так, начал наращивать капитал? Потому что все чекисты во времена 90-х, они лишились власти и влияния. Почему они пришли к власти? Потому что у Ельцина не хватило политической воли принять закон иллюстрации. Это очень важно. И, к сожалению, это дало опять возможность таким людям, как Путин и его приспешникам прийти к власти обратно. Они понимали, чтобы вернуться к власти, им нужно нарастить капитал. Поэтому они делали бизнес, сотрудничая с бандитами. И, соответственно, потом, фактически, в конце 90-х годов, в начале 2000-го, Путин фактически украл эту власть, все чекисты в лице Путина фактически украли эту власть у Ельцина. Вот, собственно говоря, так это все и произошло. Фактически это был негласный государственный переворот, благодаря которому Путин пришел к власти. То есть, нарастив капитал путем взаимодействия с бандитами, путем грабежей, путем коррупции, которую позволил сам Ельцин, к сожалению, не приняв закон иллюстрации, вот и получился негласный государственный переворот. И чекисты все, скажем так, КГБшники, ФСБшники, их бывших не бывает, мы прекрасно знаем, помогло Путину прийти во власть, получить эту власть. И думаете, вы говорите, что много денег делал, думаете, это в первую очередь для себя лично или в первую очередь для того, чтобы чекисты вернули себе власть? Естественно, чтобы чекисты в его лице получили обратно власть. То есть, смотрите, сначала они крали деньги из бюджета, да, а потом они украли власть. Все, сейчас они абсолютно полновластные хозяева России. И такие, как ваш отец, у них, так сказать, на кормушке, да? Естественно, более того, такие, как мой отец, это его пособники, а мой отец, он еще является его теневым кассиром, такие, как Раудугин. Да, то есть, он держит часть акций Фосагра, которые к нему пришли абсолютно незаконным путем после разграбления Апатита, после разграбления Юкоса, после посадки Ходорковского, когда мой отец предложил продать основной актив, да, это Апатит по заниженной цене. И после этого он получил акции. То есть, ваш отец сейчас, благодаря дружбе с Путиным, формально очень-очень богатый человек, да? Мой отец сейчас очень богатый человек, ректор из списка Форбс. Я в мире таких больше не знаю прецедентов, чтобы ректор был в списке Форбс. Ничего себе! И на самом деле, если что, он вынужден распорядиться этими деньгами, как Путин ему скажет, да? Безусловно, на все нужды, например, я знаю, что он давал деньги на фабрику троллей. Он дает денег на любые проекты, которые ему сверху скажем. То есть, ему говорят деньги туда, он дает, он не может не дать. Иначе, он последует судьбе других людей, которых Путин посадил. Или которые имели фамилию Литвиненко. Это все очень грустно, что вы говорите. Это все очень тревожно. Я, к сожалению, наше время приходит к концу. Литвиненко.